Этот дом в самом начале улицы Шевченко – классический самострой. Его начали возводить в 2008 году без всякой документации, разрешения и проекта. Как часто бывает в Анапе, покупатели со всей России. Всего 70 квартир и 5 нежилых помещений. Суд признал право на долевую собственность за гражданами, а застройщики, как сказали на совещании, собрали порядка 120 миллионов рублей. Анапский межроемный прокурор Александр Фоменко считает, что деньги не должны были просто раствориться в воздухе. Для начала нужно проверить, сколько вложили в строительство. Аналогичная история у самостроя по адресу Парковая, 60. По словам главы города-курорта Юрия Полякова, это один из двух самых проблемных объектов в городе. Застройщик, которого до этого осудили за мошенничество, умер. В прокуратуре намерены уточнить судьбу 145 миллионов рублей, собранных с потенциальных владельцев квартир. Хотя бы приблизительно, потому что сметной документации не было по определению. Провести анализ, хотя бы приблизительно 5-10 миллионов, чтобы мы понимали, сколько потрачено на этот петонный металл и на работу. Ну хотя бы примерно. Если мы понимаем, что в принципе сколько же он и потратил, давно может быть разница. Мы можем уксу дать поручение. 15 миллионов, чтобы мы тогда со следствием, с руководителем полиции ОМВД, тогда стали копать. Где эти деньги? Где они осели? Юрий Поляков дал управлению капитального строительства 10 дней, чтобы специалисты оценили вложения. Силовики намерены поднять материалы уголовного дела и судебного заседания. Возможно, какая-то информация есть там. Сегодня же, по расчетам специалистов, чтобы завершить комплекс из трех зданий, необходимо более 400 миллионов рублей. Идут напряженные переговоры с одним из застройщиков. Они ушли считать. Второй раз мы их вызывали и просили, чтобы они еще раз пересчитали все затраты, которые могут опонести. Не могу сказать, что они обещали взять этот объект, но занимаются. В муниципалитете констатируют, браться за такие объекты желающих мало. В мае вышел краевой закон, который позволит выделять инвесторам компенсационный участок земли, чтобы обеспечить хотя бы нулевую рентабельность. При этом свободных муниципальных участков сегодня в городе-курорте нет. Только краевые, либо федеральные. Тем не менее, практически своими силами муниципалитету удалось решить проблему дольщиков на двух объектах. Здесь же дольщики сами достраивают дом. В 2007 году выяснилось, что это самострой. Галина Гилева – инженер-технолог основного органического синтеза. За 8 лет фактически освоила новую профессию. Объединила вокруг себя около 40 человек. За 8 лет участники кооператива оформили всю необходимую документацию, усилили фундамент, чтобы можно было настроить дополнительные этажи. Квартиры продают по рыночной цене. Членам кооператива без маржи. Я думаю, если реально, то начнем сдавать в мае 2019 года. Начнем сдавать. Но ведь знаете, что с первого раза ничего не сдастся. Это однозначно будут какие-то замечания. Хотя стройнадзор нас проверяет. Четыре проверки у нас. Две из них мы прошли. Третье у нас 20 сентября будет проверка уже всех возведенных конструкций. Я думаю, что существенных нарушений в строительстве не имеется. До этого дольщикам пришлось защищать свой будущий дом от сноса. В прокуратуре помогли получить доступ к коммуникациям. Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам. Я приходила. Помогли, очень помогли. Нас освободили от обременений по водоканалу и по тепловым седям. Мы очень благодарны. Можешь к этому вопросов? Нет вопросов? Нет. Этот самострой в районе микрорайона 3А пытаются снести по решению суда уже третий год. В федеральном бюджете нет на это денег. Тем временем в суде выяснилось, что и здесь есть дольщики. И новый межрайонный прокурор, и глава города-курорта едины во мнении. Проблемы такого рода необходимо решать на стадии фундамента. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.